Неисповедимы пути твои, Господи, называется выставка. И правда, кто бы мог подумать в 18 веке, когда на Алтае начали строить православные храмы, что в веке 20-м их будут сносить, а церковную утварь, иконы в лучшем случае прятать. Сегодня храмы снова строят, но, признают и сами священники, смысл и значение церковного искусства многим приходится заново объяснять. Это образец высокого искусства. С этого началась русская культура, и развивалась она очень долго. И до сих пор к ней обращаются, и известно, что даже лучшие русские художники авангарда всю свою подоплеку своего искусства брали от русской иконы. И многие, я знаю, современные художники возвращаются к истокам. Старинные иконы, в том числе редкость, ученические, кресты, предметы культа. Здесь есть экспонаты музея православия и самого музея город, выставленные впервые. В центре экспозиции Петропавловский собор. Два века он стоял на нынешней площади свободы. Фактически свидетель всей церковной и не только истории города. Все, что от него осталось, части фундамента и фрагменты кладки. Меньше года назад церковные власти заявили, Петропавловский нужно восстановить. Это не просто еще одно культовое сооружение, считает отец Георгий, но и то, что называют частью культурного кода. Петропавловский собор – это, по сути, олицетворение вот той духовной силы, духовной культуры и не только духовной культуры города Барново, но и самого города Барново, потому что он практически был построен, ну, следом за заводом сереброплавильным. И работали те же мастера, те же инженеры, те же каменщики. Из такого же кирпича он был построен, Петропавловский собор. И архитектурно, конечно, Петропавловский собор представлял собой самую значимую доминанту в панораме города. Общественники, архитекторы идею восстановления храма тогда поддержали. Городские власти на тот момент тоже вроде были не против. Но с тех пор тишина, а тем временем становится ясно – простым делом восстановления храма не будет. Эта площадь давно уже, правда, не храмовая. Многие поколения барнаульцев знают ее как уютный, зеленый летом сквер. А с некоторых пор это еще и своего рода гайд-парк, где, кстати, недавно прошел митинг за сохранение сквера, правда, другого. Вряд ли ошибемся, сказав, что и здесь многие общественники Барнаула будут против застройки зеленой зоны. Судя по ответу городской администрации, в мэрии также не горят желанием ворошить, что называется, прошлое. И настаивают, последнее слово должно остаться за самими горожанами. Церковь также настроена на диалог, и эта выставка, по их словам, «Первый шаг навстречу обществу». Продлится экспозиция до 23 марта. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.